Добрый день! На сегодняшнем видео уроке мы разберем упражнения для длинных разгибателей шеи в положении лежа на животе. Наши мышцы-разгибатели поддерживают наше статическое положение тела и очень часто выключаются не потому, что они слабые, а потому, что в нашем теле есть укороченные мышцы, и их фасциальные футляры становятся короче. Одна из таких мышц, которая выключается в первую очередь, это передняя большеверцовая мышца. Это связано с тем, что женщины ходят на каблуках, мужчины очень редко опираются на пятки. Укорочение этой мышцы приводит к тому, что походка становится заваленная на пятки. На сегодняшнем уроке мы попробуем растянуть эти мышцы и включить их в работу вместе с длинными разгибателями шеи. Ложимся в положение лежа на животе. Ложимся на живот, разводим локти в стороны, кисть кладем на кисть. Середина лба убирается в тыльную сторону кисти. Для техники безопасности мы обязательно прижимаем лобковую кость. Таким образом у нас включаются большие ягодичные мышцы, а поясница становится чуть выше, уменьшается поясничный прогиб. Прижали лобковую кость. Опустили взгляд вниз. Медленно, не спеша, приподнимаем голову вверх. Убеждаемся, что мы поднимаем только за счет мышцы, руками не толкаемся. И определяем высоту подъема, насколько мы можем подняться достаточно комфортно. Теперь в этом положении, удерживая лобковую кость с прижатой, медленно приподнимаем правую ногу вверх. И выполняем движение стопой. Пальчики тянем на себя, как будто хотим пяточкой толкнуться. И от себя. Еще раз. На себя. И от себя. Убедитесь, что вы не разворачиваете стопу ни наружу, ни внутрь. Очень важно, чтобы это было движение точно в сторону пальца, двигали в сторону пола. Отпускаем ногу вниз, удерживая лобковую кость, мягко опускаемся на длинную сторону кисти. Расслабились полностью. Еще раз. Прижали лобковую кость. Медленно приподняли голову. Чувствуем, что лопаточки сдвинулись в сторону таза. Приподнимаем левую ногу. И выполняем точно такие же движения. На себя. От себя. На себя. От себя. На себя. От себя. Отпускаем стопу вниз. Держим лобковую кость прижатой. Мягко опускаем голову вниз. Расслабились полностью. Повернули голову вправо на 45 градусов. Прижали лобковую кость. Приподняли голову. Взгляд вниз. Подбородок вверх не двигается. Приподнимаем правую ногу. У нас включилась правая часть длинных разгибателей и ременные мышцы. Начинаем движение. На себя. От себя. Мягко. На себя. От себя. Еще один раз. Плавно опускаем ногу вниз. Удерживаем лобковую кость прижатой. Мягко. Плавно опускаем голову на руки. Поворачиваем голову влево. Прижимаем лобковую кость. Приподнимаем сначала голову. Чувствуем, как лопатки скользят к тазу. Левая часть длинных разгибателей и ременных мышц включилась. Приподнимаем левую ногу. Медленно, не спеша. На себя. От себя. На себя. От себя. Еще один раз. Отпускаем лобу. Мягко опускаем голову. Поворачиваем лоб в сторону тыльной стороны. И теперь, у кого есть проблемы со спиной, сначала избегайте этого движения. По мере укрепления длинных разгибателей, вы можете включить это движение. Ноги на ширине плеч. Прижали лобковую кость. Медленно приподняли сверх лопаточки к тазу. Приподняли две ноги вверх. И выполняем движение. На себя. От себя. Старайся синхронизировать это движение. То есть мы чувствуем, что движение у нас получается синхронным. Мы никуда не торопимся. Отпускаем ноги. Плавно опускаем тело. Полностью расслабились. И теперь последний раз прижали лобковую кость и попробовали приподняться вверх, наблюдая, насколько выше может быть этот подъем. Почувствуйте, как хорошо включаются все разгибатели вашего тела. И плавно опускаемся вниз. Ставим руки перед грудью, локоточки к корпусу. Толкаемся ладушками. Разводим колени в стороны. Большие пальчики вместе. У кого есть проблемы с коленями, не уходим глубоко вниз. У кого нет мягко, уходим в положение баласаны или эмбриона. Растягиваем отработавшие мышцы. Толкаемся ногами в сторону рук. И садимся. Выполняйте эти упражнения регулярно. И через некоторое время вы обратитесь, что осанка ваша стала лучше. Что положение вертикали для вас поддерживать становится гораздо легче. Успехов! Продолжение следует...